Привет, друзья, с вами Geek. Сегодня мы поговорим про несколько вещей. Почему я негативно отношусь к биткоину? Потому что, смотрите, я не люблю инвестировать в активы, у которых нет базовой ценности. Актив, у которого нет базовой стоимости, и его цена формулируется абсолютно из-за трейдинга, который не добавляет ничего в базовую стоимость. Такие активы, они недолгосрочны, потому что, если нет применения этого актива, изначальное четкое применение для этого актива, для чего оно? Этот актив, оно исключительно спекулятивно и растет, и падает. Я никогда не покупаю то, что мне рекламирует Уолл-стрит. Я покупаю то, что внедряется в какую-то сферу, инфраструктуру, и делает прогресс. В таком случае, особенно такие вещи, на которых можно добавочно сделать какие-то программные решения. Что масштабирует использование этого первобитного актива? У биткоина этого нет. У биткоина исключительно есть торговая цена. Спекулятивная торговая цена. Нет абсолютно базовой стоимости. Смотрите, к примеру, золото, реальное золото, имеет базовую стоимость, потому что оно употребляется, его употребляют в украшениях, в электронике. Вот эта сфера. Там всегда есть нужда в покупке золота, что и дает ему какую-то базовую стоимость. У эфирюм, к примеру, неважно это один цент или тысяча долларов, но есть какая-то базовая стоимость, потому что для того, чтобы собрать контракт с сеть эфирюма, тебе нужно иметь эфирюм. Ты должен купить эфирюм. Формулирует базовую стоимость. У Ripple XRP, для того, чтобы что-то передвигать в XRP Ledger, неважно это XRP, в XRP Ledger передвигается XRP, но в будущем разные security токены будут передвигаться через XRP. У XRP есть базовая стоимость. Почему? Потому что для конвертации двух валют у XRP должна быть какая-то стоимость, чтобы эта конвертация реализовалась у биткоина. Какая базовая стоимость? Когда вы кричите, что это цифровое золото, это дает ему базовую стоимость? Нет. Это ваше мнение. Это мнение рекламодателей биткоина. Это мнение СМИ, которые повторяют все, что они говорят. То есть парангово. Все только мнение, а не факт. Факт его применения. Если биткоин где-то будет применяться, тогда у него будет базовая стоимость. Повторюсь, у золота, неважно, золото стоит 1000 долларов или 100 долларов, но то, что оно применяется, дает ему базовую стоимость. Вот почему я негативно отношусь к биткоину. У него нет базовой стоимости. Идем дальше. Lightning Network полностью реализован и работает. Переводы в сети Lightning Network моментальные, с минимальными комиссиями вообще проблем нет с биткоином. Дает ему базовую стоимость? Нет. Почему? Потому что вы не будете использовать биткоин для платежей, даже если он моментален. Потому что если биткоин продвигается, если у вас в уме всегда сидит то, что когда-нибудь через месяц, через год биткоин будет стоить в два раза дороже, чем сейчас, вы не будете с помощью биткоина покупать кофе. То есть одно с другим всегда в конфликте. Итак, из-за этого конфликта это store value, который как всегда поднимается в цене, и это платежная система, которую можно оплачивать кофе. Никак они не совместимы. Вы не будьте. Вам будет реально жалко, что купить кофе на биткоин. То есть у вас ничего должно не быть в кармане или в телефоне, чтобы использовать биткоин для покупки кофе, да? То есть покупатели биткоина будут всегда в истерии, в непонимании вообще, что это они покупают. Играть свою роль в биткоин-пампах и дампах. Но выгодят не они. Выгодят те люди, которые могут этой массой легко контролировать. Зная, что у актива нет смысла для существования. Потому что нет базовой стоимости. Это я говорю для людей, которые готовы услышать другое мнение, отличающе от их. И подумайте об этом. Я не говорю, примите мое мнение. Смотрите, когда вы говорите, что биткоин это цифровое золото, я это много раз говорю, что это не вы говорите. Это мысль вам подали. И поскольку это очень вкусная мысль для миллениума, для детей, она очень быстро берется. Всегда любая мысль, которая в вашем голове, вы отдаете отчет, почему эта мысль у меня есть. Сформулированное мнение касательно чего-то у меня есть. Это мое личное мнение. Я взял все факты, посмотрел, изучил все это, потратил время. Или я просто услышал это, и мне это понравилось. Услышать мнение и анализировать это, которое отличается полностью от твоего, это вообще-то навык, который только даст тебе более утверждение в том, что ты прав, или твое понимание нуждается в каком-то добавочном информации, чтобы создать твое мнение и идти вперед. И второй тип людей, это как консервы. Они так годами могут закрыто сидеть, ничего не делать. Если вы можете открыть YouTube, посмотреть мое видео, больше этого, поставить коммент, что Bitcoin децентрализован, а XRP централизован, пожалуйста, потратьте час из своей жизни и просто в гугле сделайте поиск. Икса, прочитайте. Час. Ну, если вы не консерва, которая не хочет этого делать, потому что другого оправдания нет. Человек, который в 2019 году, в середине 2019 года может под видео написать, что XRP централизован, а Bitcoin децентрализован, этот человек, как я говорил в самом начале, консерва, сокрытое на полке. Так что, не будьте консервами. Нельзя быть близоруким в инвестициях. Просто добавлю это и все. Хитрость другая вещь. Хитрые люди, которые вот так fast money, быстро могут зарабатывать. Они всегда смотрят на долгосрок. И у них получается быстро заработать из-за их знания. а не из-за их близорукости. Близорукость – это жадность и тупость. Удачи! Смотрите продолжение в следующей части. Продолжение следует...